Амур приехал в Череповец с новым главным тренером. Для Евгения Попихина это был первый матч в новой должности. И сразу такая неудача. Конечно, хотелось бы первую игру провести как тренеру гораздо лучше, но, наверное, через это нужно пройти тоже вместе с командой. Теперь вижу, какие ошибки, над чем работать. Будем работать. Гости на равных Северсталю отыграли только первые 15 минут. Далее гол Николса Бергфорса положил начало разгрому дальневосточников. Мне понравилась сегодняшняя игра. Свой гол я забила за счет того, что получил хороший пас от партнера. И вообще очень рад, что удалось забросить первую шайбу в этой игре, потому что это простигнуло всю команду идти вперед. До перерыва Северстальт забила в меньшинстве. Пас Евгения Кетова из-за ворот преобразовал в гол Вадим Щипачев. В начале второго периода уже Кетов дважды подряд отправлял шайбу у ворота Амура. Гости поменяли вратаря, но это не помогло. Четвертская команда дважды к ряду реализовала большинство. Сначала отличился Денис Казионов, а спустя минуту Станислав Егоршев. 6-0. И в четвером, и без меня забивали ребята. Кетов и Шипачев играл. Не успел смениться, забил гол. Это не говорит о том, что я там... Гена Столяров тоже хорошую работу выполнял там. Стараемся как бы играть аккуратно. До второго перерыва свою вторую шайбу в матче успел забросить еще и Вадим Шипачев. В третьем периоде команды просто доигрывали матч. Немного испортил настроение только гол на предпоследней минуте в ворота Василия Кошечкина, который был близок к седьмому сухому матчу в чемпионате. В итоге 7-1 – самая крупная победа Северстали в сезоне. Попросил сегодня тоже ребят сыграть немножко первым номером, потому что прошлую игру много бросили, но не забили, вернее одну забили только. Ну, на мой взгляд, сегодня получилось. Болельщиков порадовали. А так... Три очка. Готовимся к следующему матчу. Череповецкий клуб уверенно занимает пятое место в западной конференции и три последующих матча проведет на выезде в Братиславе, Праге и Москве. Продолжение следует...